Слава Господу! Аминь! Слава Богу! И знаете, мы уже долгое время находимся здесь и можем засвидетельствовать, что Церковь Божья, она стоит. Слава Богу! И здесь тоже есть тело Христово, как и у нас в России, и мы одно тело Христа, и мы братья и сестры, и Дух Святой действует в Церкви Божьей. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! Спасибо! Церковь достаточно молодая. Мы начали наше служение в 2000 году. Примерно в 2003 году мы начали издавать евангелизационную газету нашей Церкови, которая использует также другие церкви региона для евангелизации. То есть мы специально делаем газету, чтобы ее распространять среди людей, которые еще не знают Господа, чтобы им бесплатно ее давать, чтобы они могли узнать Слово Божье, узнать что-то о Боге. Как когда-то в свое время мы узнали и уверовали. Слава Богу за эти возможности. Также мы проводим евангелизационные программы музыкальные. Какое-то время назад просто вот, знаете, искали возможность, как сегодня. Сегодня очень сложно найти возможность арендовать что-то, где-то проводить программы. И какой-то, знаете, Бог дал мудрости. Один брат поделился со мной, как они делают. И мы тоже стали так делать. Просто приглашаем людей к нам в то помещение, где мы собираемся. У нас дома на втором этаже. И люди приходят, и мы исполняем там христианские песни, проводим такую музыкальную программу. Люди слушают. Кого-то Господь касается, кто-то кается, остается. Кто-то просто, знаете, Слово Божье сеется в эти сердца. Слава Богу за это. Так, некоторое время тому назад одна девушка тоже пришла на такую программу. И Господь коснулся ее сердца, она покаялась, осталась у нас в церкви. Потом ее родственница приехала из деревни учиться в Воронеже, тоже стала посещать нашу церковь. И спустя какое-то время мой старший сын сделал этой родственнице предложение. Сегодня она наша невестка. И 1 января у них родился первый ребенок, дочка. Это наша первая внучка, слава Богу. У нас 8 детей в семье, и вот уже одна внучка. Слава Богу! Знаете, Господь, Он ведет церковь. Аминь. Мы находимся в определенных все обстоятельствах, и вы здесь, и мы там. Да, и обстоятельства у нас, они усложняются с каждым годом, становится сложнее заниматься благовестием. Но Бог дает мудрости, дает дерзновения. Знаете, у нас молодежь выходит все равно в парки, раздают газеты, поют песни, говорят людям о Господе. И, знаете, Господь хранит. Там, ну, подойдет охрана, там, спросит, что, как. И все хорошо, благополучно. Слава Богу! Но просим вас молиться. Молиться за нас, молиться за служение. Молиться в том числе мы вот сейчас уже, знаете, церковь растет, и, как я сказал, мы собираемся в частном доме на втором этаже. И мы хотим все-таки строить дом молитвы, чтобы иметь больше возможностей для служения, чтобы расширяться, чтобы, знаете, как написано у пророка, умоляться, увеличиваться, да, а не умоляться, чтобы Царство Божие распространялось. Знаете, мы хотим Царство Божие распространять там, где мы есть. Слава Богу! И к этому мы призваны, как Церковь Иисуса Христа. И я сегодня хотел бы с вами также поделиться из Слова Божьего, знаете, о нас с вами, о Церкви Христовой. Потому что Церковь – это то, что любит Господь. И то, что, соответственно, конечно же, должны любить мы с вами. Потому что написано, что Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Христос возлюбил весь мир, мы читаем, Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего для спасения. Этого мира для спасения всякого, кто уверует. Но также написано, что Христос возлюбил Церковь. И Христос любит Церковь. И Он спас ее. Он спас ее ценой своей жертвы. Слава Богу! И Церковь – это то, что очень волнует Бога. То, что очень волнует сердце Божие. То, что волнует Христа. Ее состояние, ее жизнь. И Бог хочет, чтобы твое и мое сердце, оно также было в Церкви. Чтобы мы с вами жили жизнью Церкви. Я так назвал эту проповедь, небольшую проповедь «Тело Христово». Давайте мы с вами откроем Библию на Первом Послании Коринфянам. Первое Послание Коринфянам, 12 глава. Первое Послание Коринфянам, 12 глава. Здесь апостол Павел, говоря о дарах Духа Святого, он очень много говорит именно применительно к Церкви. Он говорит о теле Христовом, о Церкви как о теле Христовом. И я вначале хочу прочитать 12 и 13 стих из этой главы. Здесь написано следующее. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Слава Богу! Апостол Павел здесь начинает разговор о Церкви с такой очень простой мысли. Он говорит о теле человека, что у человеческого тела есть много членов. Есть руки, ноги, у рук есть пальцы, у ног есть пальцы, есть уши, глаза, уста и так далее. Человек – это сложный организм, это совершенный организм, созданный Богом по его образу и подобию. Это сложный организм, у него есть внутренние органы, и все это взаимосвязано, все это одно. Все это одно, все это такая сложная система, но которая составляет единое целое. Апостол Павел говорит, что как тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Очень интересная такая, знаете, глубокомысленная такая фраза. Тело одно, членов много. Дальше он говорит, члены одного тела, их много, но они одно тело. Кажется, он повторяет одно и то же, но, видимо, это очень важно. Он с одной стороны к этому подходит, потом с другой стороны объясняет то же самое. Что он хочет сказать? Он говорит, так и Христос. Очень важная истина, которую нам нужно понимать, что все мы, братья и сестры, все мы, по всему лицу земли, вы здесь, в поместной церкви, все мы. Мы все разные. Мы все разные. Но тело Христово одно. Аминь. Тело Христово одно. Слава Господу. И мы все разные. Мы, дальше он говорит, тут иудеи, эллины, рабы, свободные. То есть, разные национальности. Разного социального положения. А кто-то наемные рабочие, а кто-то работодатели. Кто-то, может быть, у кого-то свой бизнес, а кто-то на кого-то работает. И разное образование у нас может быть. Разное прошлое. Разная культура. Мы можем быть из разных стран. Но мы все одно тело Христово. Слава Господу. И почему? Он говорит, почему это так? Потому что все мы, одним Духом, были крещены в одно тело. Тело Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы были крещены Духом Святым в тело Христово, в Его Церковь, в этот организм, духовный организм. Очень интересно слово «крестить». Греческое слово «баптидзо». Это слово, которое означает «погружать». Изначально это слово использовали в таком процессе, как крашение тканей. Знаете, ткань иногда красит. Часто красит. Сегодня практически мы не пользуемся некрашенными тканями. И вот в древности, когда красили ткань, то есть брали такое полотно, наливали краску в определенную емкость, и ткань погружали в эту емкость с краской. Погружали ткань, ну не просто, знаете, погрузили и достали, а погружали, чтобы она пропиталась. Чтобы эта ткань пропиталась. И когда ткань пропитывалась, она приобретала свойства этой краски, она приобретала цвет этой краски. Тогда ткань доставали и уже там сушили, и она уже была этого цвета, как краска. И вот этот процесс погружения ткани в краску, он назывался «баптидзо», то есть крестить. Ткань, так сказать, крестили в этой краске. И она становилась такой, как краска. Вот Господь Иисус, Он есть крестящий Духом Святым, Он нас Духом Своим крестил в Своё тело, в Свою Церковь. Слава Богу! И Он хочет, чтобы мы с вами в Церкви находясь, чтобы мы пропитались здесь Божьими свойствами. Чтобы мы пропитались здесь жизнью Церкви. Чтобы мы пропитались здесь Духом Святым. Чтобы мы пропитались Божьим присутствием, Божьим Словом, Его откровением, Его славой, Его святостью. Господь крестил нас в Своё тело. И Он хочет, братья и сёстры, друзья, Бог хочет, чтобы мы с вами, вот знаете, дорожили вот этой возможностью, чтобы мы, находясь в Церкви, будучи крещены в одно тело, чтобы мы в этой Церкви, знаете, наполнялись Господом, чтобы мы жили жизнью Церкви, чтобы мы понимали важность. Важность то, что мы члены Церкви. Знаете, я так иногда спрашиваю, братья и сёстры, вы хотите быть членами Церкви? Ну, все обычно отвечают, да, мы уже члены Церкви. Я не спрашиваю, вы уже члены Церкви или нет. Я спрашиваю, а вы хотите быть членами Церкви? Или для вас, может, это уже тягостно, потому что быть членом Церкви, это значит, надо что-то делать. Быть членом тела, вот для любого члена тела, то, что этот член принадлежит к телу, это означает, что он что-то должен делать. Жизнь тела, она приказывает членам тела действовать. Аминь. Точно так же жизнь Божья в Церкви, она приказывает нам нечто делать в Церкви. Не просто быть пассивными в Церкви. Знаете, если член тела пассивен, то значит, он болен. Значит, он либо парализован, либо в силу какого-то ранения или травмы он ничего не может делать. Но здоровые члены тела, они что-то делают, здоровые органы тела, они что-то делают. Каждый осуществляет свою функцию, выполняет свою роль. Не бывает ненужного, бездейственного какого-то члена тела. Все нужны, все важны. И Господь крестил нас в свое тело, чтобы мы как члены Его тела нечто делали в Его Церкви. Слава Богу за это. И знаете, для нас это очень важно понимать. Очень важно понимать, что каждый из нас мы необходимы. Знаете, и вот дальше мы читаем 15-16 стихи. Апостол Павел говорит, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Говорит, нога скажет, я не рука, но я не принадлежу к телу. Вы знаете, нога, если посмотрит на руку, она может увидеть много своих недостатков, она может сказать, ну я какая-то не такая, наверное, я, наверное, не принадлежу к телу, вот у руки, у нее столько полезных функций, она может что-то взять, она может писать ручкой, она может набирать на клавиатуре, играть на фортепиано или на гитаре, может гвозди забивать молотком или работать каким-нибудь инструментом, а я что, я вот стою-достаю. И нога, глядя на руку, может сказать, вот у руки такие пальцы длинные, изящные какие-то, вот они такие функциональные, а у меня маленькие, короткие, и у меня какая-то грубая такая кожа вот на ступне, знаете, нога, глядя на руку, может увидеть много своих несовершенств и решить, что она вообще никуда не годится. И такое же бывает с нами порой, такое когда-то со мной было. Знаете, когда мы смотрим на других братьев-сестер, которые, может, уже нашли свое место в церкви, уже успешны в своем служении, и мы смотрим на них, кто-то поет хорошо, а мы, может, не можем, кто-то проповедует хорошо, у нас это не получается, кто-то еще что-то делает хорошо, а мы не такие, и мы думаем, ну, я, наверное, не принадлежу к телу, ну, или во всяком случае, наверное, у меня нет никакого дарования, никакого призвания, и мне достаточно просто приходить на собрание и ничего не делать. Но, может быть, надо подумать, что ты можешь делать что-то другое, потому что каждый из нас, мы находимся в теле Христа, а здесь нет ненужных и неважных органов или членов этого тела. Знаете, если мы порежем даже просто палец, знаете, вот у меня есть любимая теща, и она однажды порезала палец, и она что-то на кухне делала, порезалась, и была вот эта травма, потом ей надо было открыть банку с продуктами, и она пробует, а палец болит, и она не может. Вот. И она говорит, сын, помоги, вот пришлось помочь ей в этом деле. Понимаете, иногда самый, может быть, ну, что там палец для всего тела, ну, что там такое? Да, но иногда вот самые, знаете, вот вроде бы незначительные мы можем быть, на наш взгляд, но если мы бездействуем, если мы не задействованы в служении церкви, то это всю церковь ослабляет. И вся церковь уже не может сделать то, что могла бы, если бы мы были вовлечены в служение. То, друзья, я хочу вас каждого призвать, чтобы вы посмотрели на себя, не сравнивая себя с кем-то, а посмотрели на себя, и пред Господом просто себя представили и сказали, Господь, я хочу делать то, что я могу сегодня. Может быть, это незначительное, но я верю, что ты меня, ты меня крестил в свое тело, я в твоем теле, я должен что-то делать. Я должен быть вовлечен в жизнь церкви. Помоги мне начать что-то делать, направь меня, дай мне мудрость. И знаете, хочу вам небольшой дать совет практически. Не отказывайтесь, когда вас просят в чем-то послужить в церкви. Пусть Бог вас благословит, друзья. Господь любит нас, и Он желает, чтобы мы с вами были активными членами тела Его. Да благословит всех Господь. Давайте помолимся об этом. Мы благословим друг друга, чтобы каждый наполнялся жизнью Божией в церкви Его.